Этого хомячка встретить очень-очень сложно. Выключим сейчас свет и посмотрим, что произойдет. А еще эти хомячки лучше всех бегают в колесе. Но это хомячки-разрушители. Его просто нужно тихо-тихо взять. Вот такой этот хомяк классный, вот такой манюсенький. Вот смотрите, вот мой палец и вот такая лапка. Всем изи-привет! Вы на канале Алиса Изи Пэтс. Меня зовут Изи Роза. А это один из наших твиксов. Ну, вернее, это хомячок Роборовского. И ее зовут... Ну, мы не знаем, как ее зовут. Мы их совместно вдвоем. У нас живет парочка, называем твиксы. И с тех пор, как они у нас поселились в доме, мы их практически не видим. Но вернее, как? Мы их видим! Но если включен свет, и это еще не ночное время, а вот сейчас у нас как бы вечер, 8 вечера, то этого хомячка встретить очень-очень сложно. Они выходят гулять где-то там часам, наверное, к 11. Либо же, если выключить свет, то они в 6 вечера выйдут. Но еще они тусуются до 6 утра. Причем одна из твиксов сейчас вот вышла пошляться, а вторую мы как-то так и не видим. Хотя по вечерам они гоняют вместе. Может, она в домике? Ну, и эта тоже вроде выбежала побегала и спряталась. Самое лучшее время, когда можно общаться с этим хомяком, это 6 часов утра. Алиса встает иногда в 5 утра, если она вдруг что-то не доучила к школе. И если к ней зайти в комнату к Алисе в 6 утра, то часто можно увидеть картину, как Алиса сидит с этими хомяками на руках и играет с ними в 6 утра. Вот вы встали бы в 6 утра, чтобы поиграть с хомяком. А Алиса встает и играет. Ну, и еще, конечно, можно с этим хомяком поиграть. Если свет выключить, ну, тогда не видно, с кем играешь. Положу вот здесь приманку в виде сушеного червя. Выключим сейчас свет и посмотрим, что произойдет. Подпишись, даже если у тебя лапки. Кто-то меня спрашивал, какой из хомячков самый милый. С моей точки зрения, самый милый хомячок Краборосского. Потому что, во-первых, этот хомячок самый-самый маленький. Он так выглядит, как будто бы это ребенок хомячка Кэмпбелла или Джунгарика. Причем ребенок такой где-то двухнедельный по размеру. А еще эти хомячки лучше всех бегают в колесе. Они бегают в нем так потешно, так прикольно. И сейчас, по-моему, хомячок решил сбежать из витрины. Алиса их, если берет, она не сверху крышку в витрине открывает, а вот так вот сбоку. И сейчас у нас, получается, стекло открыто, и хомячок пытался выскочить и убежать куда-то. Так вот, этот хомячок, он такой крошечный, такой малюсенький. И очень-очень хорошенький. Он всегда останется хомячонком. Но меня поймут те, у кого есть хомячок Краборосского. Две сестрички у нас. Одну из них, как вы видите, мы наблюдаем. Она более смелая. Но, к сожалению, к рукам у нас приручить пока не получается. Мы за ними только наблюдаем. А вторая настолько трусливая, что мы ее практически не видим. Но это хомячки-разрушители. Потому что все, что мы тут городили, они все равно каждый вечер перекапывают, переворачивают вверх дном и прячутся в домик. И еще вот одна из этих девчуль, вот эта, которая носится, она очень-очень любопытная. Но, к сожалению, оба хомяка очень сильно трусливые. А вот вышла и вторая подружка. Смотрите, мы их отличаем. У них у одной пятнышки больше и светлее, у второй поменьше и потемнее. Смотрите, какая красоточка. Они очень-очень няшные. Кстати, эти хомяки совершенно не кусаются. Я не знаю, но, по крайней мере, у нас такого не случалось, чтобы когда Алиса кого-то из хомяков из этих брала, чтобы он укусил. В принципе, любой хомяк может укусить и сирийский, и джунгарский, и Кэмпбелла. У нас были такие разные случаи, вы все это видели на канале. Но эти хомяки, как японские мыши, у них настолько маленькие зубки, что они просто не могут прокусить человеческую кожу. А еще эти хомяки очень быстрые. Они моментально проскакивают из одной части контейнера в другую, и мы практически не успеваем их снять. Еще я смотрю, что они умеют перемещаться под опилками. То есть, как маленькие кротята или червячата. Они зарываются под опилки и таким образом перебегают туда, куда им нужно. Любят рыть. Страшно. Вот ни один из наших видов хомяков не любит так рыть. Ни джунгарский, ни хомяк Кэмпбелла, как эти. Эти перерывают буквально все. И еще я заметила, что когда стоит сильная жара, то эти хомяки у нас в витрине прижимаются к стеклу. И днем они спят вот так вот вдоль стекла за домиком. Когда становится чуть прохладнее, они перебираются и живут в домике. Именно вот в этом деревянном. Пластиковый домик, в котором кормушка, они как-то не облюбовали. Ну и в колесе они у нас бегают тоже иногда вдвоем. Как это выглядит, это очень потешно. И еще у нас есть одно чудесное, замечательное. И еще у нас есть одно прекрасное отличие этих хомячков. Дело в том, что когда их берешь в руки, они настолько трусливые, что они замирают. И их как божью коровку или какого-то жучка можно легко перевернуть на спину. И хомячок так будет лежать. Эта привычка у них появилась, наверное, от природы. Таким образом, они прикидываются, как будто бы они мертвые. Нет, вы не думайте, что им нравится, когда их чешут по пузику. Они просто так замирают. Но при этом глаза у них смотрят в твои глаза. И я, наверное, попрошу сейчас Алису взять одного из хомячат и показать вам, как это получается. Причем получается это у нас только с одной девчулей. Вторая на такие фокусы не поддается. Потому что вторая более смелая. Вот Алиса взяла в руки уже одного хомячонка. Но это, по-моему, не тот хомячонок, который замирает в руках, которого можно фотографировать. По-моему, тот хомячонок сейчас несется в колесе. Сейчас попробуем второго взять. Ну-ка, получится этот фокус у нас или нет? Его просто нужно тихо-тихо взять, а потом можно отпускать. И хомяк будет очень-очень мило и потешно лежать. Ой, Алиса, наверное, сегодня очень напряженная. И вот он, этот хомячок. Я его взяла в ручки. Его просто нужно потихонечку взять, а потом его отпускаешь, и он продолжает у тебя лежать. Как маленький-маленький звереныш. Знаете, тут еще одна такая штука. Вот такой этот хомяк классный. Вот такой манюсенький. Вот смотрите, вот мой палец. А вот хомячулька. Он настолько крохотулешный, что его даже сложно гладить. Кстати, это те хомяки, которые сразу же вываливают вам все запасы корма, если только их взял в руки. Его вот так вот потихонечку берешь в руки, а потом отпускаешь, и он тихо-тихо у тебя лежит, как жучок. Что-то у нас сегодня этот процесс не получается. Возможно, это из-за того, что мы включаем подсветку на камере. Зато хомяк после этого как сумасшедший несется в колесе. Ой! Вот такие вот номера мы наблюдаем постоянно. Я хотела, чтобы колесо было очень легкое, и хомяку было легко крутить его, а еще, чтобы оно было заслонка, чтобы хомяк не вылетал из него. Но, к сожалению, у нас скорость такова, что очень часто эти хомяча в колесе переворачиваются. Я думаю, что большое деревянное колесо у хомяка Роборовских не потянет. А вот такие вот пластиковые колеса для них в самый раз. Тем более, в нем стоит хороший подшипник. Ну что, подружайки вышли уже погулять. Ребят, напишите мне, кто из вас соскучился за этими милыми ребятами. Мне они очень сильно нравятся. И еще раз повторюсь, что на вопрос, какой хомячок, с моей точки зрения, самый милый, я считаю, что хомяк Роборовских. Я давно о нем мечтала. Именно об этом виде хомяка. Мне говорили, что если вы его заведете, вы его никогда не увидите. Нет, просто режим дня должен быть немного другой. Нужно как бы вести себя потише, вставать пораньше. И тогда вы получите полное удовольствие от общения с этими животными. Потому что они на 100% ночные. Как у меня их получится приручить или нет, у Алисы, в принципе, это как-то получилось. Но на руки они сами не идут. Но, по крайней мере, в руках их держать можно. И не так уж сильно они пугаются при виде человека. Ну что, ребят, посмотрели на наших любимчиков. К сожалению, как-то на вопрос, кого как зовут, Алиса так и не ответила. Она их очень сильно хотела назвать сама. Поэтому давайте еще разочек придумывайте мне подсказки, как назвать этих милых девчулик. И если кто-то вдруг хочет завести хомяка Роборовских, смотрите дальше наш канал, подписывайтесь. Найти их не очень просто. Но в Санкт-Петербурге и Москве очень много питомников, которые разводят этого хомяка. А вот в Крыму у нас они есть только у нас и у питомника хомяк ВИП. Так что мы обладатели такого редкого счастья для Крыма. И еще у многих из вас возникает вопрос, будут ли у нас хомячата, поскольку это две девочки. Да, хомячата у нас будут Роборовских, но чуть позже, когда девчонки наши станут взрослыми. Так что наблюдайте за каналом и увидите у нас маленьких хомячат Роборовских. Ну а мы переходим к нашей постоянной рубрике, которая называется письма и посылки от наших подписчиков. И сегодня в нашей рубрике распаковка писем и посылок посылка от Рябышевой Софьи из города Челябинск. Внутри я нашла золотую коробочку. Я думаю, что Алиса ее обязательно сохранит, будет в ней хранить какие-то ценности, потому что здесь золото. И какие-то пакетики. Для Алисы письмо Всем Изи Рози Васи Вот такая штука какая-то Еще что-то замотано Рисунки И вот такая лапка Давайте начнем с письма Привет, Алиса Изи Пэт Меня зовут Соня У меня есть собака и зовут ее Боя Я вас очень люблю Я начала смотреть ваш канал два месяца назад Я желаю вам кучу подписчиков Я хочу завести хомячка, но мама не хочет Надеюсь, что вы оставите альбиносика Ваш Изик из Челябинска Обожаю вас Софья Рябышева Привет тебе, Софья Спасибо тебе большое Я надеюсь, что твоя мечта исполнится У тебя обязательно будет хомячок Посмотрим, что же для нас приготовила Софья Наверное, начнем с рисунков Рисунков здесь очень много Я так понимаю, они из заставки канала Здесь у меня первыми попались мышки Алиса, лайком и шарик К сожалению, из этих мышек осталась только Алиса Но это будет прекрасная память о них Лариса и Дарина Фанта и Микки Стрелка Пепси Стеша и Орео Кнопа и Куки Тедди наф-наф Ну и, конечно, как же могла обойтись без Василия Спасибо большое Очень красивые рисунки Мне они очень-очень понравились Это пойдет в коллекцию Алисыных рисунков Следующая, конечно же, будет Изи Рози Потому что это мне Спасибо огромное Мне прислали резиночку Ты, наверное, очень внимательно слушала последнее видео Потому что я говорила, что мне все время жалко на себя потратить деньги И купить себе новую резинку И, знаете, я покупаю себе резинки раз в год себе на день рождения Вот такой я человек Поэтому спасибо вам огромное Тем людям, которые присылают мне такие красивые резинки К тому же они прекрасно подойдут под новый цвет моих ногтей Кстати, ногти я теперь делаю тоже сама Так что я тоже учусь чему-то новому Мне она очень нравится Спасибо тебе, Софья Следующий подарок для Алисы Ну, Алиса пока гладит рубашки себе в школу А я посмотрю, что же здесь для нее приготовили Это вот такая вот заколка Она прекрасно подойдет Смотрите, она на зажиме И она прекрасно подойдет под ее джинсы и новые футболки Я думаю, что она ей очень понравится Обязательно ей передам Здесь подарок для всех Ребята, по-моему, это конфетки Конфетки называются Кремка со вкусом клубники и сливок Ой, изи папа просит конфетку Потому что их три, конечно же, одна ему пойдет Одна Алисе, я думаю, она возьмет ее в школу И одну попробую я Впервые буду пробовать кремку со вкусом клубники и сливок Люблю пробовать что-то новое Я думаю, что она мне очень понравится Софья, спасибо тебе за то, что ты нам дала шанс попробовать что-то новое Спасибо большое У меня есть подарок для Васи А Василию прислали, боже мой Ему прислали рыбу Вася будет просто счастлив Потому что это не просто рыба Она мягкая, пушистая У рыбы есть глазки И похоже, что эта рыба сделана своими руками Я думаю, Васе будет очень приятно Поиграть с такой рыбкой Я обязательно ему дам Покажу вам на видео Еще есть какой-то загадочный Очень какой-то конвертик А что же это? О, боже мой! Ты писала, оставим ли мы себе хомячка Мы оставили и назвали его как раз Ментос Ментос это жевательная резинка Я почему-то думала, что Ментос это конфеты Мне папа подсказывает, он больше специалист У нас по жевательным резинкам Говорит, что да, Ментос это жевательная резинка без сахара И он говорит, что бывают и конфеты, и резинка И она еще со вкусом клубники Я думаю, что мы поделимся все поровну Папа любит жевательные резинки Я их как-то не особо... Ну, так иногда, если мы куда-то едем Алиса часто берет жевательные резинки в школу Ну и я тоже попробую Спасибо тебе большое Это тоже для меня шанс попробовать что-то новое А еще здесь есть поделка своими руками Смотрите, здесь написано, что это миска для хомяка Я так понимаю, она выполнена 3D-ручкой В красивом, ярком, красном цвете Она абсолютно ничем не пахнет Я думаю, можно будет попробовать Но, мне кажется, для карликовых хомячков не подойдет Потому что мелкая проса будет просыпаться А для сочки надо попробовать Получится ли поставить ее в контейнер Просто я знаю, что 3D-ручки некоторые имеют очень резкий запах Ну, как бы, это абсолютно ничем не пахнет Попробуем ее использовать А что же здесь? Оно надежно запечатано Сейчас попробую открыть при помощи ножниц Их, распечатала я эту трудно упакованную штуку И позвала на помощь Алису Как вы видите, на столе исчезла одна конфета Это значит, что пришла Алиса И Алиса говорит, что это что? Это слайм Это слайм И давай, моего любимого Зеленого цвета Класс Причем еще сама его делала, доделала Ой, смотри, я нашла Тут еще вот такая штука лежала Ой, у меня такая была Классно, спасибо У меня теперь будет 2 мишки Ой, а чем он пахнет? Крем для рук Кремом для рук? Или каким-то мылом Он такой интересной консистенции Как будто бы это... Это, получается, в него подмешали воздушный пластилин У меня, получается, девочка прислала мне в письме Тоже воздушный пластилин с тарписью Типа, добавь его в какой-нибудь слайм Я добавила в желтый банановый слайм И он стал теперь воздушным Ну, это уже месяц, наверное, как или два Спасибо огромное Мне слайм очень понравился Здесь еще, получается, в посылке была милая-милая лапка Которая тоже сделана 3D-ручкой У Алисы есть полочка, на которую она складывает ваши поделки То есть, письма она собирает Либо в конверт в какой-то Либо же вешает на стену А вот такие поделки она вставит себе на полочку возле кровати Я думаю, что вот эта поделка тоже пойдет к ней на полочку И я уже на руку одела резинку Потому что у меня пытались ее конфисковать Алиса сказала О, мне резинку прислали Я говорю, нет, это мне прислали А ей прислали вот такую приколку Что-то она ее не заметила Надо скорее отдать Ну, у нас, как всегда, у меня лежат документы И Вася пришел и устроил свою мягкую попу на документы Василий, смотри, что тебе прислали Рыбка Рыбка для Васи Вася будет играться с рыбкой? Вася пока нюхает рыбку Да? Потому что пахнет каким-то другим человеком Наш кот должен был родиться собакой Оставим в покое кота и рыбу Пожалуйста Ложись, Василий, играйся Ну, а мы с вами прощаемся до завтра Завтра видео выйдет в 18.00 Встретимся снова в чате премьеры Вася понял, что эта рыба ему очень сильно нужна Всем изи пока от меня и от Василия Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова